Добрый день, уважаемые зрители! Добрый день, уважаемые зрители! Мы помним, что мы сейчас живем в условиях пандемии, которая не могла не оказать влияния на различные аспекты нашей жизни, в том числе на лучевую терапию. Очевидно, что после ее окончания лучевой терапии произойдут очень серьезные фундаментальные изменения. Если мы посмотрим на рекомендации, опубликованные в 2020 году относительно лечения рака предстательной железы, также различных групп рисков посредством лучевых методов лечения, то мы увидим, что в качестве приоритетного метода рассматривается именно стереотоксическая лучевая терапия, либо умеренное гипофракционирование по 20 фракций, с различными сочетаниями, допустим, гормонально-депривационной терапии. Что касается брахитерапии, то в условиях пандемии данный вариант лечения рекомендовано либо отложить, либо не применять. Очень интересный также слайд, он был опубликован в 2020 году. Это исследование, которое оценивало тенденции, наблюдающиеся в Соединенных Штатах Америки среди различных вариантов лучевого лечения. С 2005 по 2014 год, то есть фактически 10 лет, было показано, что такой метод, как стереотоксическая лучевая терапия, набирает свою популярность. А такие методы, как брахитерапия, а также дистанционная, комфортная лучевая терапия, постепенно снижают свое представительство. Очевидно, что после прошедшей пандемии, как я уже говорил, этот график существенно поменяется, и количество больных, которые будут получать лечение посредством стереотоксической лучевой терапии, будет еще более возрастать. Если мы говорим про эффективность данного метода лечения, то, наверное, самый наглядный является известный систематический обзор, включающийся более 6000 пациентов, обликованные в конце 2019 года. Это исследование Джексон, которое показало, что 5-7-летние коммунитивные показатели биохимического контроля у пациента различных групп риска суммарно составляют 95,3-93,7%. То есть это очень хорошие показатели, которые, ну, как минимум, не ступают хирургическим, а как максимум, очень часто и превосходят их. Значит, ну, аналогичные показатели были продемонстрированы в этой работе также относительно различных вариантов лучевой токсичности. Это удовлетворенность пациентов к кишечной функции, мочеполовой и сексуальной. Также данные, полученные в данном исследовании, были как минимум такими же, как при сравнении со стандартным режимом фракционирования, либо умеренным гипофракционированием. Значит, в каких же случаях применяется стереотоксическая лучевая терапия в лечении больных раком предстоятельной жизни? Ну, естественно, это дефинитивная или радикальная лучевая терапия, то есть первичный вариант лечения, как в монотерапии, так и в виде буст при лечении пациентов групп высокого риска. Кроме того, достаточно широко она используется как адювантная или спасительная лучевая терапия при облучении, допустим, местных рецидивов после радикальной простатоктомии, а также при воздействии на метастатическое поражение костей и лимфатических узлов, а также при наличии висцеральных метастазов. Если мы посмотрим на эти противопоказания, то они достаточно узкие. Это фактически урологические противопоказания, это клинически значимая инфривизикальная обструкция, которая повышает риск острой задержки мочи после облучения. Ну и практологически это выраженный воспалительный процесс, наличие освещения. То есть фактически это все, что является противопоказанием к проведению данного варианта лечения. Значит, ну если говорить про технологию реализации стереотоксической лучевой терапии, то, наверное, такой самый показательный, интересный момент, который отличает этот метод лечения от других, является установка золотых маркеров. Понятно, что данный этап может использоваться и при других вариантах лучевой терапии. Однако, наверное, вот именно при стереотоксической лучевой терапии он наиболее оправдан, так как с одной стороны позволяет достаточно точно укладывать или позиционировать пациента перед началом лечения. И что еще более важно, наверное, оценивать смещение предстательной железы в рамках проведения сеанса стереотоксической лучевой терапии. Значит, на данном слайде представлена система ExoTrack фирмы Variant. Существуют различные варианты, как рентгенологического, так инфракрасного, так и электромагнитного контроля. Ну, кроме того, на слайде представлен игла-интродюсер, по которому становится источник. И установлены золотые маркеры на компьютерной томографии, которые используются при предлучевой подготовке в качестве стопометрического исследования. Значит, далее я хотел бы сосредоточиться на нескольких, скажем так, технических аспектах проведения стереотоксической лучевой терапии. Хочу сразу оговориться, что то, я еще буду говорить дальше, в принципе, может быть реализованы, вот предыдущий докладчик об этом, скажем так, уже сказал, при других вариантах лучевой терапии, ну, как нам кажется, вот эти вот особенности технологические стереотоксиса, а именно короткое, малое, скажем так, число фракций, очень высокая точность подведения тоза, которая обеспечивает воспроизводимость лечебного плана, тем самым позволяет осуществлять максимальную локальную эскалацию дозы и снижать частоту осложнений. Поэтому то, о чем я буду говорить дальше, имеет наибольшее значение, как нам кажется, именно при стереотоксической лучевой терапии. Значит, анатомия предстательной железы, именно ее близость с прямой кишкой, с сосудистонервными пучками, а также сосудами и прохождение мощеспускательного канала через нее обуславливает характерные профили лучевой токсичности после стереотоксической лучевой терапии. Значит, на данном слайде представлено то, что наблюдается у пациентов при проведении стереотоксической лучевой терапии относительно воздействия на прямую кишку. Значит, на данном слайде представлен вариант лучевой терапии с максимальной эскалацией, это 50 грей, 5 фракций по 10 грей. И вот эта вот доза, куда подводится достаточно большое число энергонизирующего излучения, она относительно маленькая, и она может вызывать необратимые изменения в стенке. Поэтому вот это вот использование спейсеров, о чем говорил предыдущий докладчик, то, что уже стало фактически вариантом, можно сказать, стандартом проведения лучевого лечения в зарубежных радиотерапевтических центрах как раз помогает сместить кишку на, там, предсловутый сантиметр-полтора и тем самым снизить вероятность необратимых изменений. Понятно, что прямая кишка в достаточно большом объеме получает дозу, но существенно меньшую. И за счет миграции рядом расположенных стволовых клеток, как считается, эти изменения радиационно индуцированы, не могут быть в конечном итоге восстановлены, в отличие от той зоны, которая получает высокую дозу, где эти изменения могут быть необратимыми. Значит, ну, на слайде представлена схема введения спейсера промежностного. Вот это, в общем-то, стандартная процедура. Ниже это ультразвуковое исследование, где установлен эндоректальный баллон. И в правой части слайда это два МР-изображения. В одном случае это жидкий, так называемый, спейсер на основании гиалуроновой кислоты. Снизу это биодеградирующий баллон. Значит, все эти изображения получены в нашей клинике. И сразу хочу оговориться, что в настоящий момент в России не зарегистрирован официально ни один спейсер, поэтому все это проводится в рамках клинических исследований. Однако мы этим занимаемся и надеемся на то, что в ближайшее будущее эти технологии получат реально не только научное, но и практическое развитие в наших клиниках. Значит, здесь мы представили сравнительную характеристику тех веществ, которые используются в качестве спейсеров. Ну, самые распространенные это спейс ОР на основании полиэтиленгликоля. Дальше это коллаген, гиалуроновая кислота, биодеградирующие баллоны. И есть такие работы, которые использовали сгустки крови в качестве аутологичного спейсера. Также на слайде представлены характеристики этих субстанций. Если их проанализировать, то в настоящий момент наиболее перспективно это П-гидрогель на основании полиэтиленгликоля. Это гиалуроновая кислота и биодеградирующие баллоны. В настоящий момент за рубежом зарегистрированы три препарата. Это спейс ОР, Барригель на основании гиалуроновой кислоты. И в Израиле это биопротект, это биодеградирующие баллоны. Значит, очень интересно исследование третьей фазы, которое было опубликовано в 2018 году, которое доказало эффективность применения спейсеров. Причем именно при оценке такого показателя, как поздняя прямо кишечная лучевая токсичность. Значит, практически по всем показателям были продемонстрированы значимые различия в контрольной группе, где лечение осуществлялось без спейсера, и в той группе, где применялся спейсер. Следующей важной проблемой, которой сталкиваются пациенты при лучевом лечении, является развитие эректильной дисфункции. В систематическом обзоре, включаясь более 1200 пациентов с 12 исследований стереотоксической лучевой терапии, было продемонстрировано, что к исходу пятого года после облучения радиационно-индуцированной эректильной дисфункции развивается приблизительно половиной пациентов. И если сравнить с другими вариантами лечения, будь то брахиотерапия, стандартная комфортная лучевая терапия или умеренная гипофракцина, эта цифра 50-50% приблизительно одинакова. На данный момент существует достаточно большое количество работ, которые пытались описать патогенез в развитии этого состояния. И на данный момент предполагается, что основная роль в развитии снижения потенции принадлежит все-таки повреждения сосудов. Исходя из этого предположения, в 2005 году в Американском университете, Мичиганском университете, группа под предводительством профессора Маклаффина была сформулирована концепция везлспейринг радиотерапии, которая позволяла идентифицировать сосуды и снижать максимальную дозную нагрузку на них, тем самым повышать вероятность сохранения потенции у пациентов. На данном слайде представлены первые планы, они достаточно старые, это 2005 год. Понятно, что развитие компьютерной технологии шагнуло уже далеко, и нынешние 3D-модели выглядят несколько иначе, но тем не менее, как история, безусловно, это очень интересно. В 2017 году были опубликованы результаты, получается, 12-летнего наблюдения за пациентами этой группы, и было показано, что при проведении сосудосохраняющей лучевой терапии вероятность сохранить потенцию достигает 80%. Напомню, что стандартное лечение – это порядка 50%, то есть вот этот вот выигрыш 30% фактически, конечно, делает революцию в плане вероятности сохранения потенции, что еще более наглядно демонстрирует эффективность по сравнению не только со стандартной лучевой терапией, но и с операцией, где даже при нервосбережении этот процент находится в порядке 15-20%. Значит, у себя в клинике в рамках разработки стереотоксической лучевой терапии с сосудом снижением лучевой нагрузки на сосуды разработали гибридный метод визуализации внутренней половой артерии, который заключается в фьюжировании двух последовательностей – это бесконтрастная МР-ангиография и МР-исследование после контрастирования для того, чтобы отслеживать внутренние половые артерии, оконтуривать на всем протяжении. Почему? Потому что стандартная процедура подразумевает их оконтуривание исключительно при помощи бесконтрастной МР-ангиографии, а вот наличие вот этой пульсовой волны не всегда дает возможность проследить ход этого сосуда на всем протяжении. Значит, ну вот получаем 3D-модели, представительная железа, семенные пузырьки, половые структуры, которые нас интересуют, это внутренние половые артерии, ножки кавернозных тел и луковицы полового члена. Значит, проведенное нами исследование, опубликованное в 2020 году, показало, что сосудосберегающий вариант стереотоксической лучевой терапии с учетом индивидуальной анатомии каждого пациента может быть реализован приблизительно у 80% больных. Это связано с особенностями этих вот пространственно-топографических взаимоотношений простаты, как структуры, которые мы облучаем, и критических структур, ответственных за сохранение потенции. Значит, ну и вот в качестве, скажем так, такого наглядного демонстрации это конкретные дозиметрические планы больных. Значит, это 3D-модель, а также корональные, сагитальные и корональные сканы, которые показывают, что можно, в общем-то, оптимизировать дозную нагрузку таким образом, чтобы максимально сохранять те структуры, которые нас интересуют. Ну и снизу это дозиметрический план посредством двух арок. Значит, и если возвратиться, опять же, сказать еще два слова о спейсерах, значит, помимо того, что они оказывают влияние на сохранность всемки прямой кишки при проведении лучевой терапии, в 2021 году было опубликовано исследование, которое показало, что введение спейсеров существенно меняет взаимную топографию простаты и сосудистонервных пучков, что благоприятно сказывается при снижении дозной нагрузки на них и, как следствие этого, повышает вероятность сохранения потенции. Хотя, опять же, нейрогенная теория или нейрогенный превалирующий механизм патогенеза до сих пор еще пока не доказан. Тем не менее, в данный момент проводится рандомизированное исследование, называется ПТНС, где вот это влияние спейсеров на смещение сосудистонервных пучков оценивается, и в следующем году будут уже опубликованы предварительные результаты. Значит, следующий очень важный момент, то, о чем, опять же, говорил наш докладчик, пишет, что это необходимость максимально возможной эскалации дозы при проведении различных вариантов лучевого лечения, что повышает вероятность биохимического контроля. Значит, на данном слайде было сравнены три режима фракционирования. Это 35 фракций по 5 грей, 36, 25, 5 фракций, 38 грей, 4 фракции, 40 грей, 5 грей. Естественно, что максимальная эскалация дозы демонстрирует наиболее высокий уровень биохимического контроля. Однако, чем выше доза, тем выше вероятность развития лучевых осложнений. Поэтому, какие способы существуют преодоления вот этой вот проблемы? Ну, это так называемый HD-рейк, high-dose-рейк-лайк вариант планированной стереотоксической лучевой терапии, когда вся железа, по сути, облучается с элективной дозой и на очаг подводится буст. Либо вариант второй – это разработка технологий сосуда, точнее, уретро-сберегающей лучевой терапии. В частности, рандомизированные исследования второй фазы, которая сравнила однонедельное и раз в неделю, и через день облучения церилизации вот этой уретро-спейлинга. И было показано, что различий по выражению токсичности нет, и она очень низка. Фактически, это то же самое исследование, где уже оцениваются дозиметрические. По особенности было показано, что наиболее оптимально использовать в мат при планировании уретро-сберегающей лучевой терапии. И вот последний буквально слайд, о чем идет речь. Основной способ визуализации уретры при проведении стереотоксической лучевой терапии – это установка уретрального катетера. Потому что при стандартных Т2-взвешенных изображениях, также при катетометрии, уретру мы не видим. И только при установке катетера мы ее четко можем оконтурить. Однако катетер, с одной стороны, повышает риск инфекционных осложнений, во-вторых, повышает риск развития послучевых стериктур, что уже доказано. Поэтому в рамках разработки уретро-сберегающей лучевой терапии нам было сформулировано такое предположение, которое нашло свое подтверждение на практике, а именно фьюжирование двух последовательностей – контрастного и бесконтрастного, что позволяло достаточно четко изобразовать уретру без предварительной катетеризации подавляющего большинства больных. Тем самым идентифицировать ее в качестве критической структуры и оптимизировать лучевую нагрузку таким образом, чтобы снижать вероятность развития лучевой токсичности со стороны нижних отделов мочеводящих путей. Благодарю за внимание.